В центре поселка Ленинкен собралось более 150 местных жителей. Они просят власти построить им спорткомплекс. Земля, предназначенная на эти цели, уже имеется. Однако дело в том, что камнем преткновения оказались два участка, которые, по словам местных жителей, незаконно передали в частную собственность. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Строительство здесь спорткомплекса ленинкенцы добиваются около 50 лет. 6 гектаров на это было выделено еще в СССР. Однако, пока жители были в ожидании объекта, часть земель недобросовестные чиновники успели распродать. Отстроили верхнюю улицу. Его не было. Вот эту верхнюю улицу на данной территории. Нижнюю улицу потихоньку отстроили. Кем-то выделили. Осталось вот теперь то, что мы и стоим. Сейчас под спортшколу оставлено около 3 гектаров. Активисты поселка говорят, появился шанс наконец-то построить объект. Власти готовы, есть и инвесторы. Однако, вновь возникли непредвиденные обстоятельства. Выяснилось, что два участка из оставшейся ранней земли были переданы в частную собственность. Главный вопрос в любом строительстве, в любом проекте – это земля. Чтобы земля была. Вот основа земля. А с землей здесь бардак. В мэрии Махачкалы говорят, они в курсе ситуации. Проходят проверка и подняты архивы. Поясняют, что в рамках закона постараются вернуть участки в муниципальную собственность. Сейчас идет изучение архивных материалов. Если это все незаконно, а скорее всего это незаконно, потому что данный проект был формирован для размещения спортивного комплекса. Поэтому там оказался как-то частный сектор. Поэтому будем рассмотреть, изучить материал, постараться вернуть в собственность муниципальное образование. Население поселка растет с каждым годом. Здесь проживает более 40 тысяч человек. Активисты говорят, в Ленинкенте практически нет мест для досуга молодежи. Здесь говорили, где-то 80% дети. Они же должны чем-то заниматься. Вот поэтому мы же говорим, что наркотики. Конечно, будут наркотики. В Ленинкенте земельная проблема стоит остро. Даже власти признают, что найти в поселке свободный клочок земли – задача не из легких. За два года мэрия возвратила из незаконной собственности более 200 гектаров. Работы будут продолжены, обещают власти. Ситуация по всему Ленинкенту очень такая напряженная, потому что все земли, из которых бывшего ГОПа, МОПа, значит, Ленинкентский – это общая площадь 3,5 гектара, тысячи гектаров. Они на сегодняшний день все находятся у разных правопользователей в определенных правах. То есть свободных территорий практически нет. Местные ребята, спортсмены признаются, они очень ждут этого комплекса. Заниматься любимым делом таким стало бы в разы легче. Не пришлось бы ехать в центр Махачкалы, тратить время, деньги и нервы. Нам нужен народный стадион! По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.